Девушки отдыхают 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 Спасибо за вопрос Ирина Васильевна Я понимаю Я понимаю Вашу тревогу Но опять же Вся эта тревога Она Мирская Она душевная Это душа Душа тревожится Мы так же Как и Господь Мы три едины Дух душа и тело Дух первичен И если В духе Вы возрастаете И Мужаете Мы говорим Сегодня еще И о мужестве Вот в рамках Ответа на ваш вопрос Мне Господь сказал Поделись Скажи Что же такое Мужество И что я имел ввиду Относительно Мужества Но в Библии Нет слова В канонической Библии Бесстрашие С приставкой Бес Бес Страх Бес Страш Я вообще слова Уже Ну давно У меня это было 15-20 назад Господь мне сказал Ты их не говори Все что связано С приставкой Бес Поэтому я не называю Это слово Говорю даром Не это Слово Там где платит Понятно кто А даром То есть это дар Ну и далее Таких слов Огромное количество Которые люди Потребляют в мире И я вам советую Отказывайтесь от них Хотя знаете Как сложно Как сложно Все время Вот я сейчас Культивирую Не говорить ничего В будущем Я говорю Все в настоящем В настоящем Даже то О чем Ирина Васильевна Вы написали Вот это все Не в будущее А уже в настоящем Мне вообще Господь показывал Как все Вот он мне показывал Но он мне показал Не на небе А здесь на земле А про то Как на небе Сейчас поделюсь Он мне вообще показал Потрясающе совершенно И я никогда Я никогда не делилась этим Но может быть сейчас Время поделиться этим Потому что у нас же Мы же молимся Да придет царствие Твое Здесь Да будет царствие Твое Здесь на земле Как и на небе И воля Твоя И здесь Но вот это будущее 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 да будет Так молиться должны Люди Которые еще не приняли И те Которые жаждут Чтобы Другие Приняли То есть я Благодарю Сама От себя У меня молитва Благодарственная Я благодарю за Царствие Небесное Здесь на земле Как и на небе Ибо Царствие Небесное Внутрь меня есть Я благодарю Но я все равно Молюсь той молитвой Которую Иисус оставил И сказал ученикам Молитесь же так Потому что Очень многие в мире Еще не приняли Христа Как своего Господа Как Спасителя Не примирились с Отцом А примирение с Отцом Возможно только через Иисуса Христа Поэтому я продолжаю Молиться И той и другой молитвой Вечером я Благодарственной молитвой А утром я молюсь Именно Вот так Как Иисус сказал Потому что Не все пришли Не все пришли И Он мне показал И я Как в мире Потому что Я здесь уже живу Как в Царстве Небесном Я не живу в этом мире У меня уже все Все мысли Все чувства Вся моя сущность Она уже там На небе И вот Относительно того Как живут Сознанием Ребенок Не будет знать Матери Жена Мужа Духовное понимание Того что Мы изначально Все Понимаете Все сотворены Господом И потом Господь Позволил нам Родиться Он позволил нам Родиться Прийти в этот мир Позволен И вот мы создаем Семьи У нас Рождаются Дети Это Время Которое Господь Отпустил Нам для того Чтобы потом Вернуться И получить Достойную Награду На небесах Я нормально Это уже Воспринимаю Понимаете Вот нормально То что я там И узнаю Сына Но я буду знать Что он на небесах Я просто Буду знать Что он на небесах Что он с Богом Это ленираль А вот то что Сейчас Мои сыновья Еще Не пристали К берегу К Божьему Они болтаются То есть нет Искреннего покаяния Еще Нет возвращения Домой Вот это страшно Вот это страшно Понимаете Что страшно Поэтому я Не знаю Я Может быть Я чего-то Еще не доделываю И все Но В последнее Я не могу Вам всего рассказать В последнее Сегодня у нас Пятница Это было в среду Запомните Среда Самый чудесный День Для встреч С номенклатурными Работниками Для решения Любых вопросов Конечно Любой день Благословенный Господом Прекрасен Но Был указан Этот день Не Не мною Вот потому Что среда Самый лучший день А так В то место Которое я И ехала Там расписание Было такое Что только В среду Я могла Выполнить Кое-какие Обязательства Именно в среду И в среду У меня состоялась Встреча Которую я Не ожидала Но Господь Все устроил Меня просто По телефону Узнали По голосу Я позвонила По местному По внутреннему Телефону Меня просто Узнали По голосу Сказали Подождите Я сейчас Скучусь Дальше Не могу Рассказывать Потому что Потому что Я не нужна Это чудо Это было чудо И все вопросы Которые я даже Не планировала Были решены И сверх того И еще сверх того И еще сверх того Все было решено То есть Как Господь сказал В 40-60 В 100 раз Вот как раз Параусы могут В песок спрятать Голову С торчащей попой Стоять Типа Он нас не видит Бог видит Все Он все видит Поэтому к нему С покаянием С лицемирным Нечего делать Даже не ходите Он все Он все Он все Он все Он все Все знает Поэтому для меня Нет сейчас Важнее того Чтобы сыновья Пришли к нему Чтобы они Родились Наново Чтобы они Получили Крещение Духом Святым И начали Жить с Духом Это основная Моя задача Основная А там Когда приходит Вот это понимание Что Мы здесь Временно Мы здесь Временно И дети Нам тоже Даны Для того Чтобы Нас проверить Как мы будем И когда Рождаются дети С ограниченными Физическими Возможностями В семьях Для славы Божьей То есть Люди являют Славу Божью Как они Не оставляют Этих детей В специализированных Домах Они их Забирают И как Некоторые Мамы Врачи Говорят Да оставьте Вы его Да вы там Научитесь Да сделайте Абор Да то другое Вот эта Профессия Вот это От Бога Вот врач Профессия От Бога Но вот Эти Уста Которые Говорят Возвращаясь Там О психологах Я потом Отдельное Видео Сниму Вторую часть Это что Это уста Говорящие Духом Святым Кто говорит Через этого Врача Бросьте этого Ребенка Сделайте Аборт Как Как Вот Профессия Такая Мощнейшая Профессия Лука Был Врачом Это Но должны Быть люди Верующие Тогда СУСТ Никогда Не сойдет У врача Подобное Бросьте Убейте Ибо Аборт Это Убийство У меня есть Видео И мое Личное Покаяние На канале В этом Отношении И Господь Прощает Детей Своих С Искренним Покаянием Поэтому Здесь Вот То что Не узнает Что Ира Вы пишете В Царстве Небесном То есть Хохоряшки Понятно Хохоряшки Понятно Кому Они нужны Не будет Знать Муж Жену Жена Мужа Но Сознание Сегодня Здесь На земле Что они Будут Там Лично Меня Это Успокаивает Там Будет Другое Все Там Все Будет По Другому И Если Допустим Сейчас Представить Себе Что Нам Пытаются Здесь Сейчас В физическом Мире Многим Стереть Память Вот Как раз Здесь Она Нам Необходимо Необходимо И Наше С вами Причастие Которое Мы Ежедневно Принимаем Причастие Господь Сказал Сие Творите В Мое Воспоминание Чтобы Никогда Никогда Я Теперь Уже Все У меня Выработано Я Беру И Помню Я Беру И Помню Все Что Я Беру Я Беру И Помню У Меня Постоянное Причастие И Я Настолько Понимаю Насколько Важно Помнить Знать Веровать Здесь На Земле Там Все Другое Будет И Вот Если Мы Здесь На Земле Осознаем Это Осознаем Во Всей Полноте Что Наши Дети Будут Там Же Наши Мужья Наши Матери Они Будут Там Же Ведь Когда Мы С вами Отправляем Куда То Поехали По делам Поехал В отпуск В пионерский Лагерь Ребенка Мама Отправляет Но Она Не Присутствует Рядом С ним Но Она Знает Что Он В Надежных Руках Что Он Отдыхает У него Режим Его Там Кормит Поет Все Это Сейчас Сотовые Телефоны Бесконечные Блям 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 Вот эти Звонки Эти СМС И так Далее А я Отдала 33 года Работе В оздоровительных Лагерях Каждое Лето Я ездила В отпуск Я не Была В отпуск Я 50 лет Первый раз Поехала В отпуск И Родители Понимаете Вот Они Отдают Дитя Они Приезжают Когда Они Я Уже Верующим Человеком Была Но Это Было Только Самое Самое Мое Начало Я говорю Вы не волнуйтесь Ваши дети В надежных Руках Мы Позаботимся Мы Позаботимся О ваших Детях Режим Кормления Занятия Спортом Развлекательные Познавательные Программы Ваш ребенок Будет Здесь Как Дома Езжайте Домой С чистым Сердцем С добрым Сердцем Не волнуйтесь То же самое Нам говорит Сейчас Господь Вы не Волнуйтесь Вы Со мной Моя Рука Держит Вас И мы Должны Помнить То что Сделал Для нас Господь Там У нас Уже Этой памяти Ее не будет Будет Все по-другому Будет Все по-другому Но вот Это осознание На сегодняшний день Оно для нас Очень важно Очень важно Почему Я Все время Говорю Успевайте Успевайте Покаяться Успевайте Принять Духа Святого Это Путь Это рост И не важно Сколько лет Со Христом Человек Человек Может Понять Истину В мгновение А кому-то Нужно 30 лет Чтобы ее Понять А кому-то И жизни Не хватит Чтобы ее Понять Хотя Человек Будет себя Называть Верующим И даже Рожденным Свыше Но До конца Все равно Чего-то Ему Понимания Не хватает Он остается В младенчестве Мы же с вами Растем Растем физически Здесь В этом мире В материальном И растем Духовно Но человек Все равно Остается Еще Младенцем В духе Остается Младенцем Но все-таки В духе Поэтому Он получит Награду На небесах Ну Определенного Уровня Так как Он себя Здесь Взрастит Такую Награду И получит То о чем Я говорила Все бегут Но Только Победитель Получает Все Абсолютно Все И Вот этот Победитель Понимаете Вот этот Первенец Все первое Принадлежит Богу Первородство Первенец Я старшему говорю Ты первым Был у меня Ты родился Первым Ты Богу Принадлежишь Упирается Понимаете Но как бы Последнее время Чувствую Что Все равно Изменения Есть Но Я верю Я верю Меня не разуверить Меня вера Все время Пытается Разуверить Что Ну подожди Я говорю Через тебя Сейчас Говорит Я Я говорю Я не принимаю Я просто Не принимаю Эту информацию Что ты говоришь Она сама Того не понимая Она говорит Нет Потому что Она Она мирской Человек Она душевный Человек А мир Это душевно-бесовский Поэтому Она сама Того не понимая Она мне говорит Ну там Все Я говорю Ты сейчас Просто Пытаешься Меня Искусить И разуверить Меня У тебя Не получится Тебе не получится Вера Потому что Я очень сильна В духе Я в духе Очень сильна И я верю Вера Есть осуществление Ожидаемого Пусть я сейчас Не вижу Но как Видимого Я вижу Я вижу Поэтому Вот Здесь нужно Принять Это Здесь должно Прийти Это понимание Там уже Не нужно Будет Такое Понимание Я верю В то Что они Покаятся И то Что они Придут Ребенок Матери И все И дети Которые Безвремени Гибнут Они идут Сразу же На небесах Господу Сразу же Почему Сейчас Объясню Почему Сразу же Вот они же Рождаются Так же Во грехе Мы с вами Говорили Первородный Грех Он входит С кровью В нас Входит Еще Природа При рождении Мы рождаемся Греховными Нельзя Подвергать Ребенку Крещению В младенчестве Это тщетно Но если только Разве что Для праздника Чтобы потом Накрыть стол Сказать Мы крестили Своего ребенка Накрыть стол Поставить водку Выпить за это Человек Для чего это делает Ребенок Не осознает Что он делает А крещение Должно быть Осознанным Это акт Осознанный И если Ребенок В 14 лет Понимает Это Он получает Пускай И получает Крещение Если Человек В 50 лет Только Осознал Значит он В 50 лет Получит Это крещение Поэтому дети Когда они Уходят Из физического Мира Когда они Погибают Либо умирают От каких-то там Заболеваний Они автоматически Попадают К Христу На небеса К Отцу На небеса Автоматически Потому что Они еще Не достигли Возраста Когда Они способны Осознанно Покаяться И принять Только так Только так С какого Сейчас слышу С какого возраста Вы там Задаете Вопрос Я слышу У нас Мы называем Да Вот почему У нас 18 лет Совершеннолетие У нас 14 лет Получают Паспорт В 21 год Совершеннолетие В странах Европы Наверное И в Америке Тоже Не знаю Наверное В 21 год Я не думаю Что Какая-то Вот такая Градация Должна Здесь быть Здесь Видите Ребенок Освещается Родителями Верующими Родителями Одной Матерью Даже если Муж Неверующий Освещается Семья Либо Одним Отцом Он Верующий Человек Глубоко Верующий И вся Семья Освещается Присутствием Одного Верующего В семье В доме Он освещается Уже Освещается Но Личное Покаяние Должно Прийти От человека Конкретно От человека Бог Он должен Покаяться И это Возможно Только тогда Когда будет Полное Понимание Того Что он Делает Поэтому Все Что делает Православная Церковь Да простит И Господь Они совершают Огромный Грех И не только Это Иисус Сказал Предоставьте Детям Приходить Ко мне Пустите Их Ко мне И такого Тоже не должно Быть Что ты еще Маленький Для тебя Это Не для тебя Это Это неправильно Это неправильно Ребенок Может в 3-4 года Вдруг Каким-то образом Начал читать Начиная С детской Библии Он задает Вопросы Ему интересно Родители Да Мне некогда Все Просто Библию Подарили Все Допустим Мама с папой Неверующие Не знают Ни Христа Ни Бога Просто Подарили Книжку С картинками Посоветовали Либо ребенок Сам попросил Где-то услышал В детском саду Мама Папа А что такое Библия Ну книжка Такая Купите мне Детскую Библию Сам ребенка Попросил Ему купили Отстань Читай Он подходит С вопросами Родители Ему не отвечают Не знают Как ответить Поверьте Он спросит Саму Бога Он сам Он через Эту детскую Библию Он найдет Ответ Ему сам Господь ответит Сам Господь ответит В этом пути Господь Нем Наше Задача Здесь Максимально Максимально Здесь Все выполнить По воле Божьей И дети Которые Рождаются У нас Которые Нам даны Мы за них Отвечаем Мы за них Отвечаем Я уже Ничего не могу Сделать Моим Это делать Раньше Я упустила Какие-то Моменты Я пожинаю Сейчас Свои ошибки Закон Сеяния И жатвы Он никогда Никто Не отменит Ибо Это основной Закон Божий Закон Основной Сеяния И жатвы Что Сеян То И жнем Но Выправить Можно Я стараюсь Всеми силами Всеми силами Моя задача Чтобы Они покаялись Чтобы Они полностью Покаялись Пришли Ко Кресту Они Блудные Они Каялись Они Достаточно Взросленькие Уже были Подросточками Были Ну вот Ушли В сторону Ушли Влево Вправо Господь Сказал Прямо Иди Они Но Не выйдут На эту дорогу Господь Ждет Он Все Делает Я же Знаю Я вижу Я вижу Помысел Божий В их жизни Я вижу Я вижу Я верю Я верю Поэтому Дорогая Ирина Васильевна Солнышко Здесь Здесь Нужно Просто Переосмыслить Все Потому что Страха Я сейчас Страх должен Быть только Господень А это Все От земного Страха А это Не тот Путь Нам не нужно Здесь Ничего Бояться Нам нужно Просто Жить И ожидать Потому что Христос Может в любой Момент Прийти В любой Момент Поэтому Нужно Стараться Помочь Детям Своим Женам Мужьям Кто как Помочь Говорить Ибо Господь Для того Чтобы Весь этот мир Стал материальным И когда-то Был духовным Понимаете Вот все Что Все Что Запланировал И Мудрость Премудрость Божья Была При нем Художницей Так написано В писании В притче Я была При нем Художницей Все Идеально Создано Понимаете А потом Он просто Сказал И все Стал Но люди Которые Не верят Которые Все То есть Это не для них Информация Они пока Продолжают Верить Во взрывы Какие И все Остальное Тот Кто хочет Тот Истину Поймет И примет Тот Кто хочет Тот Кто жаждет А тот Кому Это не нужно Вот он Будет Все равно Сидеть И базироваться На Вот этих Материальных Доктринах На том Что нам Здесь Насаживают Так и будет И я Хотела Просто Относительно Мужества Именно Господь Сказал Ты Когда будешь Отвечать Ирине Осенне Вспомни Тимофею 3 глава 2.4 Первое послание Тимофею 3 глава 2.4 Павел говорит Блюстители Вот Блюстители Служители Божие Наблюдающие Надзирающие Которым Господь Своё Стадо Мы Овцы Овцы Божии Свою церковь Дал На время Здесь Вот этот Материальный Мир На время Дал Чтобы Они Пасли Как он сказал Петру Паси Овец Мой Петр Любишь ли ты Меня Люблю Говорит Господь Трижды Он Отрёкся Трижды Сказал Я люблю Он Видел Его Сердце Паси Паси Овец Он Простил Петра У Петра Искренность Была У него Он Желал Этого Он Оступился Но он Искренне Рассказался Господь Принял Его Пока Я не Мало Того На тебе Петр На этом Овец Мой Спаси Мой Овец И он Был Великолепен Он Просто Был Великолепен В отношении Того Как он Служил Господом До своей Смерти Да Он Попросил Чтобы Его Перевернули Вниз Головую И вот Мы Читаем Но Епископ Должен Быть Неопорочен Одной Жены Муж Тресв Целомудрен Благочиним Честен Странно Странно Любив Учителя Почему Странно Любив То есть У нас Любовь Заключается В том Чтобы То есть Купить Все вкусненькое Там Надеть Там Ты меня Не любишь На тебе Телефон На тебе То Надо Другое То есть В этом Заключается Любовь Здесь В мире Мы Через Дух Святой Мы С вами Мечтаем Странно Любив То есть Если Ты Любишь Ты Наоборот Это Не Сделаешь То есть С точки Зрения Духа Парадоксально Все это Поэтому Странно Любив Учителен Не пьяница Не бийца Не сварлив Не коростолюбив Но Тих Миролюбив Не Сребролюбив Хорошо Управляющий Домом Своим Детей Содержащих Послушаний Со Всякою Честностью В другом Переводе Почтительностью Я не знаю Сердца Тех Которые За кафедрами Стоят Которые В церквах Стоят Я не знаю Их сердца И я не вхожа К ним в дом Я не вижу Отношений Их С женой Отношений С детьми Я не вижу Поэтому Господь сказал Вы не судите Вы ничего не знаете Поэтому Он сказал Не лезьте Вы и судите Я и не собираюсь Ну вот таким Он должен быть Понимаете Вот таким Должен быть Сначала В доме Стать Идеальным Мужем Мужем Корень Муж И слово Мужество Сейчас завершу Еще Цитатами По этому поводу Вот когда Все Это Соблюдается В семье В доме В отношениях С близкими Почитает Отца Мать С женой С детьми Все Тогда Он может Нести Слово Божие И Пастре Прихожан Но мы с вами Не знаем Поэтому люди Приходят Слушают И неизвестно Что человек Несет Слово Божие Либо Слово От дьявола Такое Тоже есть То есть Называется Это все Еретическими Проповедями Это тоже Имеет место К сожалению Человек Человек Стоит За кафедрой А у него Три жены Три жены Как такое Возвращение Муж Одной Жены Написано Вот так Написано Только так Только эти Могут быть Служителями Эти Эти только Могут быть Пастырами Там Пресвитерами Там Ну То есть Всеми 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 Там У них По иерархии Очень Очень Много Всего Поэтому Я Не Сужу Никого Господь Всем Судья Я Просто Не Хожу Туда Я Дух Туда Не Пускай Сказ Тебе Там Нечего Делать И вот Мы С вами Читаем О Мужестве Второзаконие 31 глава 23 стих И заповедовал Господь Иисусу Сыну Навину Речь идет Об Иисусе Навине Он Именно Когда уже Моисей Вывел Народ И когда Они уже На границе При границе Были уже Перед Иорданом Эстафета Была передана Иисусу Навину Господь Моисею Сказал Что Дальше Он Поведет Народ Ты Не Войдешь В эту Землю Дальше Иисус Навин Поведет Народ Это Была Воля Божья И вот И заповедовал Господь Иисусу Сыну Навину И сказал Ему Будь Тверд И Мужествен Ибо Ты Введешь Сынов Израилевых В землю О которой Я Клялся Им И Я Буду С Тобой Я Сейчас Не касаюсь Других Моментов Что Когда Они ходили На Разведку И было Пошли Много И только Двое Иисус Навин И Халиф Сказали Мы справимся Мы справимся Потому что Он веровал Что Господь С ним И справились И вот Сам Книга Иисуса Навина Первая Глава Девятый Стих Вот Я Повелеваю Тебе Опять Вот Я Повелеваю Тебе Слово Божье К нему Будь Тверд И Мужествен Не Страшись И Не Ушасайся Ибо С Тобою Господь Бог Твой Везде Куда Не Пойдешь Понимаете Вот Везде Ибо С Тобою Бог Везде Куда Ты Не Пойдешь То есть Нет Такого Будь Бесстрашен Будь Там Такой Будь Мужествен Мужествен Поэтому Я Нельзя Конечно Мужчинам Говорить Это Нельзя 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 Унижать Нельзя Унижать Достоинства Мужчины Когда Женщина Говорит Да Ты Вообще Не Мужчина Ты Вообще Тут Еще Называют Тряпками И Всем Остальным Идет Такое Унижение Даже Если Он Не Мужествен Даже Если Он Не Исполняет Все Что Начертано Господом Собственно Ручно Через Посланников Божих И Все Это Занесено В Библию Все Это Предало Слово Предало Еще И Мы Визуально Можем Прочесть Его Слово Нельзя Так Говорить Мужчинам Нужно Всеми Силами Всеми Силами Чтобы Потом Жена Знала Что Ее Муж На Небесах Тоже На Небесах Как И Она На Небесах Нужно Говорить Ему Я Так Хочу Я Так Хочу Чтобы Когда Будет Закончен Этот Мир Чтобы Ты Обрел Прекрасную Обитель На Небесах У Господа И Говорить Ему И Говорить Ему Только Хорошее Даже Если Ничего Хорошего Не Сделал Нужно Всеми Силами Постараться Ну Недаром Господь Ему Сотворил И Дал Адам Помощники Помощники Мы Нужны Нашим Мужчинам И Детям Нашим Нужны Поэтому Мужество Мужество Будь Тверд Слово Должно Быть Тверд У нас Не Держит Слово Тут же Сказал Тут же Забрал Я Я Такого Не Говорю С Языка Все Время Трек 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 Все Летит Все Летит Мы Не Скоро На Слушании Мы Скоро На Болтовню Поэтому Даже Если Он Не Сказал То Что Вы Хотели Услышать Читайте Стив Что Вера Есть В Осуществлении Ожидаемого И Скажите Ему Что Он Уже Это Сказал Он Скажет Да Скажите Да Сказал Так Ну Рассказал Ты должен Это Сделать Я Тебя Так Люблю Ты Живуч Ты Глава Нашего Дома Глава Семьи Он Воспрянет И Сделает Я Точно Воспрянет И Сделает Ну Ну Если Унижать То Ну Я Не знаю Я думаю Что Вина Васильевна Я Ответила Как Уйти И Оставить Родных И Дорогих Для Себя Людей Мы Наверное Оттуда Будем Ходатайствовать Господь Иисус Ходатайствует Перед Отцем Небесным Мы Мы же не знаем Как там Мы И там Будем Ходатайствовать Не знаю Не знаю Но нужно Пока живем Нужно все Сделать Для того Чтобы Покаялись И пришли Пришли К Христу По крайней Мере Дать Начало Начало Чтобы Наши Близкие Родились Свыше Родились Заново Всеми Силами Всеми Нашими Силами И верить По крайней мере Я Я своим Завещаю Прямо Завещаю И устно Письменного Пока еще нет Но тоже надо А устно Я завещаю Никаких Вот я уйду Уйду По поводу По поводу того Что я ушла Воспрять В духе Продолжать Наше Семейное Дело Тот же Конкурс Поддержку То есть все Что я в вас верю Что вы Мои сыновья И по плоти Здесь В вас течет Моя кровь Но она же Заменится ДНК Поменяется Когда вы Примете Иисуса Христа Как Господа Спасителя Поэтому Во всех Отношениях Я говорю Вы уже Не будете Тем творением Которое Я родила Вы будете Новым творением Во Христе Иисусе Новым творением Я всеми силами Стараюсь Всеми силами Стараюсь Мама Однозначно Сразу же К Господу Пойдет Однозначно А за внуков За их матерей Я молюсь Все время Молюсь Все время Молюсь Нам Другого Не оставлено Нам другого И другого Не будет Это замысел Божий Это его Промысел И это Так Будет Вот так И никак По-другому И никак По-другому Я верю Что встречусь Там Спокойным Можем Я верю Я верю Что я встречусь С ним Там То есть я просто Буду знать Что он там Я просто Я уже сейчас знаю Я уже сейчас знаю И себя Бездного сказал Господь Остальное Все дам Понимаете Если мы желаем Друг другу Как у нас Когда проводила Все эти свадьбы Все Желает Денег Побольше Там Того Другого Ой Как вспомню Сейчас Сколько я Сама Своими устами Что же Говорила Все Сама Говорила Сейчас Все это Приходит Мудрость Именно Божия Приходит И все Меняется Все Меняется Поэтому Я вам От всего Сердца Желаю Ищите Царство Небесное Ищите Встречайтесь С Иисусом Растите Духи Все Будет Приложено И материальное Обеспечение Будет Все Будет Приложено Все Приложит Господь Все Даст Но он же Отец Любящий Он позаботится О нас С вами О своих Детях Он позаботится Обязательно Позаботится Не знаю Ирина Васильевна Ответила Или нет Но Я вас Очень люблю Благослови вас Господь Вы растете В духе Вы Ищите Вы в поиске И вы И все Кто смотрит Все Кто не пишет Я просто знаю Что не все Пишут И слава Богу Не надо писать Главное Чтобы вы приняли Это в сердце Своё Приняли Слово Божье Это Его Слово Ищите Прежде Царство Небесное Все Приложится До новых Встреч Дорогие Друзья С нами Бог С нами Его сила Его мужество Его стать А самое главное Его любовь И милость Царящая Над любым судом Аминь Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова